У меня сколько раз было, я вот так вот делал, беру Каву, отправляю ее на Вдадзё, спешиваю, и она у меня потом сесть не может, или наоборот, садиться и не двигаться никуда вообще. И так и стоит весь бой там. Я не встречался с такой штукой. Ну, может, просто ее спешивать не надо прямо в Вдадзё, а гдеть подальше. Ну, вот Туляк, смотри, сагрился на этих всадников все, или? Может, там просто текстура застревает, я не знаю, в чем дело. Да не знаю, что ли? Это очень бесит мне, я сколько раз так делал, раз-два точно было. Ну, смотри, по сути, они отдают сейчас в мастерскую и мечи. Кто отдают? Французы? Да, французы отдают. Начинается МТ-перестрелка, и вот о чем я говорил, стоит чуть выше француз черный, и он как раз-таки получает преимущество вот с этого хромника при перестрелке. Ну, смотри, мне кажется, Туляк, он все-таки как-то неправильно делает, куча они сейчас тут встанут. Будут только друг другу не мешать своими тэппом, будет много френдли-пайров. Сколько же у голубого коней-то? У голубого, смотри, генерал что-то завтыкал, куда-то вообще никуда пошел. И теперь возвращается, как-то смотри, каким-то хромым шагом непонятным. Ужас. Это анимация, и самурай с нагинатами тут что-то забыли, непонятно. Не, ну четыре сахеи с нагинатами конных, это, по-моему, много. Господи, смотри, у него тут спам, кавалерий, кол, блин. Прозевали мы с тобой, да? Не откомментировали это дело. Я и не заметил. От этого кому легче будет, что ли? Ну, тут как-то не позиция, смотри. В горы им идти сейчас неудобно. Ему нужно, вот, мне кажется, к черному своему оппоненту. Ой, не оппоненту, к союзнику подводить. Когда они растягиваются, что ли, больно. Центр у них такой слабый достаточно. А мастерской никто не хочет. Смотри, бросая через реку своих всадников серии, я так думаю, на луки, смотри, тут масса такая луков стоит у доброго нуба, и получает залп. Адь, прислал мушкетов. Да, прислал мушкетов получает. Как в боулинге прям. Тут какой-то прям тир. Ну все, тут эта кава ничего за мизде. Ну она сейчас просто погрязнет у этих луков. А может, мушкет из своих еще убьют? Да, наверное. Вот, да, убивает. Да, или это кони, наверное, дайминусы. Ну все, кони любит. Не зря я, не зря я для ребят подобрал эту карту, она интересна в плане тактики достаточно. Эту мастерскую занимает товарищ у нас голубой, товарищ француз. Ты взял лучников, взял? Да, он без проблем здесь забрал. И смотри, пешими пошел с одним мастерством. Тут что-то больно. Сейчас страшное получится. Задумка или чего? Ну вот здесь какой-то размен неравнозначный, великая стража на... Тут еще смотри, я сигару с Яри помогаю в концу. В его замесе. Ну здесь Туляку нужно отходить, вот откатываться туда, вот туда. Подальше. Здесь его француз разберет без проблем. Ну, Туля, как говорится, смотрел на этих наперших всадников с Яри. Они его, кстати, могут за... Ну-ка, глянь, сейчас. Там пока у нас вялая перестрелка такая. Нет, вот ловит его здесь, в Сахейснике на то. Ну, хотел на них коняшу гонуть, чтобы они пешими были. Но не успел, маленький. Да, они там уже все. Они уже там присели. Кабло. Вот здесь на центре у нас перестрелочка. Вот, смотри, какая тут каша прям, вот, вообще вот. Печаль для французов, что у них нет двух мушкетов. Они бы эту массу сейчас просто насквозь. Как раз таки мушкеты Туляка вообще ведут такой непрестанный огонь. По сигару с руками просто тут выносят. Все время Туляк теряет свой левый фланг. Защиты на него вообще никакой нет, остается. Вот он, смотри, тут выстрел, копия как бы. Да ну копия, их обойти можно, без проблем. Да. Разводочку. Генерал. И весь тыл, короче. Вот француз, смотри, он сейчас будет заводить Кау в тыл Туляку, я думаю. Да, сейчас он шубнет, может быть, что-то как-то не больно прямо идет. Сейчас, если он по речке побежит, то он вот тут пушит находит. Ну как-то он тут. А, ну смотри, он откатывается, он пойдет, наверное, сейчас захватывать. А нет, не идет захватывать, если уступить. Там сейчас его встретят стражи до Круга-Нуба. Вот новую Добрый Нуб, смотри, Великую Стражу тут переводит. Одну пока что. Конечно, я сейчас сомневаюсь, что одна Стража порвет вот столько кровок. Да нет, там надо помогать копьями в любом случае. Потому что французы-то здесь тоже смотрели с копьями. Здесь и сигару, и серая пятерочка. То есть он такой тертый калач, по всей видимости. А Добрый Нуб, ты чего? Он, смотри, прям вообще, очертя голову бросает с холма вниз на конах с Ахей с нагенатами и разворачивается. Да, сейчас он много потеряет, наверное. Это замануха? Десять человек точно. Мне кажется, это замануха, смотри, он на копья ведет. Что-то как стопольный. Размен нехороший. Да нет, смотри, смотри, прямо на самураев с нагенатами. Не-не-не, не купил самураев. Не такой уж он, французы, совсем безнадежный, чтобы на копья так убежать наглый. Молодец, отлично. Как у нас перестрелка, посмотрим. По-моему, что-то тут в пользу Доброго Нубу. Хотя у него тут... Ну да, тут уже вообще закоцанные все самураи с луками. Продолжается перестрелка. Интересно, что мушкетеры, кстати, не помогают почему-то своим. Может, не в патронах, конечно? Нет, не может такого быть. У них патронов достаточно. Мы видим, это завтык Доброго Нубу тогда. С тыла, значит, мушкетеры уже свернулись сейчас. Опа! Это дут в Кау. Да, здесь, конечно, сейчас качат. Ну, грамотно-грамотно здесь поступил Туляк. Молодцом. И смотри, и самураев с нагенатами здесь ловит Кау французам. В то же время идет на Гену Доброго Нуба. Мы тоже решим и сидеть. Да, конечно, надо-то, надо прикрыть. Немножко завтыкал ее Добрый Нуб. Ну, по-моему, там... Посадники ветеранские, они ближний воют. Ничего себе не представляют. Да, тут бежал, ушел надо, по идее. А здесь, смотри, их просто тут заткнули, как в бутылку их заприкнули. В этом лесу тут мячи прибежали, просто своей массой затолкали. Так можно пронуть четыре отряда Кау за несколько секунд. Как-то бездарно. Так не надо делать. Кстати, там ушкетеры-то постреливают. Но они сейчас что-то отводят, Добрый Нуб, почему-то. А, ну потому что там самураи по ним стреляют, а вот он их в лес отводит. Ну, это не кемперство, я сразу хочу сказать, это все в пределах правил, все нормально. Но пока бой интересный достаточно. Интересно смотреть, такой зрелищный. Тут все по делу, по сути. Смотри, а сигары все туда пошли, я так и не понял, французы. Они в лес, наверное, заныкаться, чтобы в лишний раз не спалили, а пока они отдохнут там, что-то потом вернулись. Они щипят в уровне, вот все интересно. Они могли бы заныкаться, и у Дентили тут в лесу, где вот, на против Доброго Нуба. Тут они свалили вообще. Ну это, мне кажется, спалиться у него хорошо. Смотри, смотри, Кава-то идет прямо с холма, по лукам. Вот это подловил жестко, конечно. Вот ошибка, на мой взгляд, вот этого черного француза, то, что он без степа вообще играет. По-моему, это фигня. Сегодня надо вот играть степом. Вот как только вышел Сегун, тогда можно, да, было играть без степа. Ну, потому что там все играли почти без степа. А сейчас, конечно, без мужа степа. Его на геннадчике там бегают, с ума сойти. Не знаю, куда идти, я не знаю. Сумел, не сумел он здесь подловить Великую Стражу, Доброго Нубу, он всего одного всадника потерял. И Туляк тоже очень уверенно, смотри, обрабатывает тут своими луками. Молодец. Вот у него луки, смотри, он на такую дистанцию лупит. Пять лучек. Я думаю, здесь дважды прокачена перезарядка точность и дальность. Вот инфа 100%. По тэпам они сейчас открывают огонь, сразу минус 10 огненными стрелами. Ну вот, синий француз здесь уже наламывается. Только он, наверное, зря тэпы первых поел. Да, смотри, они еще как-то плотно в три линии как-то идут вот эти. Сейчас они будут вот эти. Если у мушкетов остались снаряды, они там, я думаю, остались. Вот только сейчас жахнет их довольно. Все уже пошли в атаку. Да, тут уже налом пошел такой по плангам. Ну вот, с планга-то побежал как раз. Дядька, черт. Ну вот тут он терпит от тэпы, конечно. Ну и мечи встречают Доброго Нубу. Специализация сейчас зарешает. Вот этот Егнат. Тут еще вот я гляжусь в решимости или нет. Нет, не в решимости, а на, Доброе. Ну смотри, как Наполеон уже тут. Возвольная какая-то перестрелка, но вот тут улегка. Вот он тоже вперед свои мечи кидает. Я тебя разберет, ас. Опа, я заодно себя распиканно посмотрю. Да ну, мне кажется, бесполезно. Это мне премию французским. Это вот, это фото чая уже. Они пришли сзади, с тыла. Там попытаются что-то сделать, но они чувствуют. Вот тут Добрыйнов генерала пришлось посадил, его как раз окружили на Геннадьшике. Ну, смотри, тут французы еще разговаривают. Господин, наш отряд разберет! А смотри, у французов в котелом ходят, садники сели. Смотри, смотри, он как-то обошел и куда. А и не куда, не куда. Они часто бегутся. Да, ну они просто тупо на копья. И все. Потому что здесь стоят вот эти самурай с ноги нато. Они как-то не так выставились. Опа. Да, следись, они французы. Тот взял лучшенько, кому не помогло. Ну, достаточно уверенно, что ребята разобрали французов. Да у французов как-то вот странные составы какие-то. Ну, вот у черного странный состав и степпо как-то, ну... И один на гернатчике, причем самурай. Ну, я не знаю, про Сахеев или они не открыты. Хотя десятый уровень пойти. Пора бы уже открыться. Ну вот, еще один... Скрин. В зал славы наши. Туляка добрый нуб. Молодцы, ребята. Мне кажется, скоро скрин с французами уже надо будет просто так выкладывать. Не зал славы. Я видел, там три скрина прям было вообще этих. Каждый день пополняется. Да, против нее, блин. Я думаю, мы на этом закончим. Да. Сегодня на отличные ребята сыграли. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. До свидания.